В Барановичах приводят в готовность 120-ю зенитную ракетную бригаду ПВО. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войск ПВО. В рамках мероприятия будет призвано большее количество военнообязанных из запаса. Власти постоянно ноют, что рабочих рук не хватает на предприятиях. А сами этих самых рабочих выдергивают из экономики на игры в солдатиков. Или может быть причина совсем другая, намного серьезнее. Путин подписал указ о начале весеннего призыва. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу в Россию призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Что такое социально ориентированное государство? Да вот оно. Как оказалось, в России предложили делать водку для нищих. Социальная водка, твою же мать. Водка для нищих, чтобы ни в коем случае они не протрезвели и думать не начали. Вот это движение. Масштабные паводки. В сотнях населенных пунктах затоплены дороги, жилые дома, мосты и объекты инфраструктуры. Как вам такое? Армения перебрасывает военную технику на границу с Азербайджаном. Об этом сообщают местные СМИ. Никаких официальных заявлений еще утром не было. К вечеру Азербайджан обвиняют уже Армению в провокациях. Армянская сторона все отрицает. Вроде бы решили, урегулировали, но нет. Депутаты Европарламента требуют провести расследование и выяснить, брали ли европейские политики взятки у России. Было бы неплохо выяснить и наказать тех, кто взятки брал. Ведь это противозаконно. Жители Белгорода, которые были вынуждены покинуть свои дома, столкнулись с большой проблемой. В Воронеже им просто не сдают квартиры. Сами арендодатели обосновывают свое решение тем, что обстрелы рано или поздно закончатся, а жильцы уедут обратно. И им придется искать новых квартиросъемщиков. Поэтому этим не место там. Россия стала с колен. Появился репортаж, где люди показали, что стирают в проруби, срут на улице, а воду набирают в колодце. 21 век, и мы с ведром ходим на колодец. По воду ходим на колодец. Это куда годится? А вот я в туалет иду, вот я провалюсь туда, кто будет виноватый-то? Я там в говне утону. Россиянин заснял кафе на территории Беларуси, где перед входом коврики в виде флагов Украины, США, Британии и Польши. Остановились покушать в белорусском кафе. Красавцы! Кафе Славязночка. Браво, ребята! Один тоже ноги вытирал об флаге, а потом без ног остался. Россия официально обвинила Украину в причастности к теракту в Крокус-Сити-Холл. Рашисты передали Украине требования об аресте главы СБУ Малюкар и всех причастных к нападению на Крокус. А также россияне требуют возмещения причиненного ущерба жертвам. В случае невыполнения пугают международно-правовой ответственностью. Дичь какая-то. Генпрокуратура Российской Федерации очень хочет посадить западных политиков, но не получается. Как вы думаете, почему? Очень часто видим сообщения о том, что проводятся проверки, часто возбуждаются дела по факту действий, например, западных политиков, по факту действий украинских политиков. Но они же все за рубежом находятся. И как мы разберемся с ними тогда? Как мы эти уголовные дела доведем до конца? Павел, вы очень правильный вопрос задаете. Наверное, увидеть их всех на скамейке правосудия, да, в судебном заседании, ну, пока не реалистично. Но могу вам сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверства неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности. Ну и, безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде и представим мировой общественности, навека застолбив юридически значимые обстоятельства. Я убежден, что это будет уже скоро. В Евроопте в Беларуси практикуют, которое называется стажировкой. Мы об этом уже делали ролик ну вот вам из первых уст. Беларусь, Евроопт. Может, кто-то имел дело с трудоустройством в данную организацию, продавцом? Это нормально, скажите мне, что вот моя сеструха устраивается, и ее собеседование прошло, и теперь работает стажером. Стажером работает месяц по 8 часов минимум в день, каждый день, на минуточку. И ей не платят за эту стажировку месячную вообще ни копейки. Каким образом человек должен питаться, если у него нет второго места работы сейчас? Она просто стажируется. Когда ей найти эту подработку? Если она приходит домой, дай бог, в 7 часов вечера. Где брать деньги на жизнь, скажите? Евроопт, уважаемая. Каким образом человек должен себя обеспечивать, если он у вас бесплатно стажируется месяц? А дальше уже там 800 рублей. Тем людям замечательным, невероятным, которые говорят, что у нас кто хочет, тот зарабатывает, иди устройся в Евроопт продавцом, и я посмотрю, как ты первый месяц заработаешь. На собеседование пройдешь, а на стажировке будешь потом месяц батрачить бесплатно. Ну, я так не думаю, что это вообще вопрос. Это правомерно, это по закону так, как вы считаете? Есть ответ на этот вопрос? Напишите, пожалуйста, очень интересно. Так еще ладно в тот момент, что она там ничего не делала, приходила на 4 часа, просто смотрела и уходила домой по своим делам, она куда-нибудь устроилась подрабатывать. Нет, полный рабочий день, без выходных, и она еще что-то там делает. Работа производится, но не оплачивается. Вот так вот, ребята, как так может быть вообще? Ковры на земле, в поле трактора с флагами, агрохунты и смотрящие за районом в центре внимания. В Чаусы провели обряд засевки, где главный персонаж стал не аграрий, а прикорытник из исполкома. Так сказать, захотел славы немного. Россияне заявили о попытке еще одного тебя на территории Российской Федерации. Только они были уже не где-то, а в квартире. Они проводили громкую спецоперацию, где всех обезвредили, никто не пострадал. Только вот не кажется ли вам, что это больше на показуху похоже, чем на реальную работу? Ведь всем уже очевидно, что это путинский режим состряпал подобную херню с крокусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова